Идем осматривать мы с вами. А что мы сегодня смотреть будем? BMW X1 будем осматривать сейчас без навигации. Если вы хотите купить новый автомобиль в России, я рекомендую воспользоваться сайтом autospot.ru. Этот сайт по продаже новых автомобилей от официального дилера. Все автомобили, находящиеся на сайте, имеется в наличии. Новая пятерка, 10, 17 предложений. Клиентский сервис. Кстати, у них также есть клиентский сервис. Можете дать свой запрос и вам перезвонят и скажут, какие машины в наличии есть. От 3 111 200 рублей новая пятерка продается. Пользуйтесь сайтом autospot.ru Это важно, да. Для немцев навигация очень важна. То есть если машину покупаешь куда-то в Украину или еще куда-то в другие страны, то навигация как-то уходит на второй план. А в Германии без навигации машина... Вот он, наверное, стоит. Смотрим его снаружи. Да, это он. Автоматическая коробка передач, мультифункционный руль, нет комфортного входа без навигации. Стекло чистое. Он бился. сразу. Ааа, бился. Не бери, Денис. Битая машина. Бился. Бился он. Менялась правая фара, что он давно стоял. Он здесь прирос, что ли? Красился бампер и менялась вот эта фара. Пробег у него был на тот момент 10000. А сейчас у него пробег восемьдесят три тысячи. Слушай, а что он давно стоит, да, наверное? По истории. 3 декабря 2012 года выехал он с завода. А зарегистрирован был в двадцатых числах. Двенадцатого года. То есть он весь по... Идет двенадцатый год. И объявление на сайте висело с 4 января 2017 года. То есть он повисел полтора месяца. Это немало. Это немало. То есть он уже стоит полтора месяца. Это мы видим вот здесь, например, на фаре. Вот здесь вот. Ну, как он стоял. И цена его. Та-дам! Фотографию. Цена же его. Сколько же он стоил? Восемнадцать... Цену они же, конечно, скинули уже. Восемнадцать четыреста девяносто пять бруто. За двенадцатый год. Пробег здесь восемьдесят тысяч. Это только и подкупает. Без навигации. Машины. Двенадцатого года. Икс один. Икс драйв. Да, не эс драйв, а икс драйв. Это значит то, что он полноприводный. Стоят от шестнадцати с половиной. Но пробег когда сто пятьдесят. А тут пробег восемьдесят. И... В машине сделают... Должны сделать все, по крайней мере. Я еще не разговаривал. Но мы будем их прогинать, чтобы сделали ТО. Сервис, масло. И прочее, прочее, прочее. И у нас пять миллиметров. Тормоза тоже уже стоят. Мало она ездила. А последние шестнадцатые годы практически ничего не проехала. Так. Лакокрасочный прибор. 92, 89. Капот красивый. Хотя за капот ничего не сказали. На крышке багажника тоже чуть побольше. 122, а здесь вот 150. С этой стороны чуть больше. С этой стороны нормально. Ну вот. Поднем в салон, попросим ключи. Там уже будет видно. Заведем его. Ну вот, сидим уже в машине. Что по салону? Салон чистый. Не воняет. Мне не нравится единственное то, что он за год проехал где-то около 130 километров. Чуть больше. Сервисная книжка, сейчас покажу. То есть ее сдали уже давно в салон. Они все никак продать его не могут. Надо по цене торговаться. 31,790. Первый сервис. В 2014 году. Через два года 31000. Русские начнут кричать. Это вообще кошмар. Это нормально в Германии. Второй. В 2015 году. И третий. Сейчас 15-й год, 62000. Третий месяц. И в 2012, то есть в конце 2015 года, 83218. Сейчас у нее 83469. То есть он за год проехал 200, чуть больше. Да, 230 где-то. 230 километров. Из автосалона в автосалон. Одни показали, вторые показали, третьи показали. Но немцы его не берут. 100%. Нет навигации. Нет навигации. Его брать мало кто будет. В салоне. Нормально. Стоит машина. Действительно видно. Видно, что здесь зеленая. Вот такое. Как вот от растений. Падает. Дождь идет. Вот он стоит. Его надо чистить снаружи. Красился капот. Бампер. Но это в истории видно. И правая фара менялась еще, когда был пробег 10 тысяч. Салон почистить еще раз. Там пятнышко небольшое есть. Здесь он чистый. Ну и цена 18... 15500 получается на это. 15500 за барабан эдишн. Подогревы сидений есть. Двухзонный климат. Парковка. Эко про. Ну вот так вот. Ждем номера сейчас для тест-драйва. Пока нет номеров в автосалоне. На своих не дают ездить. 17750. Отдают они его. Брутто. На Украину еще дешевле. Ну да. Нормально. Здесь вот задел. Смотрим лонжероны. Но они сказали, что меняли. Даже бампер не меняли. Фара немного треснула. Фару пришлось заменить. А капот покрасили. Почему? Тут чисто все. Ремень. Пробег у него, конечно, хороший. Видно, что не больше. Сейчас посмотрим, как он едет. Резина. Резина, блин, новая нужна. У тебя Bluetooth есть? Ничего себе. Телефон. Сейчас подключим, проверим. Не, ну тут по салону вообще вопросов нет. Вот он нормальный. Чистый вообще. Снаружи то, что он постоял, да. Подключен. BMW 32701. Итак, позвоним. Тебе. Гудок идет. Телефон работает. Bluetooth отлично. Ждем пока ключит. Ой, эти номера принесутся. Прошло полгода. За машину никто не пришел покупать, а мы тут и остались. Да. Нормально пропустим. Да. Не нравится мне так ждать? Давайте уже там что-нибудь. Поскакали. Можете, говорит, 20 минут проехать. У нас на 60 км. У нас сейчас за 10 минут дизель кончится. Мы сейчас ему как навалим. Телефон. Коробка в спорт режиме. Чувствуется, что вот он стоял. Резина старая. 2012 года резина. Резина как машина. Коробки нет вопросов. Коробка отлично. Мотор работает. Причем завелся он как часики. N47. Т. Двигатель здесь. Тоже с цепями бывают проблемы. В BMW истории есть эта ерунда. И феркокунг. Любимое немецкое слово. Феркокунг. За коксованием. Заедешь. У нас есть один знакомый, который на X1 попробовал прокатиться на поле. Он не захотел вот так объезжать. Он решил вот так проехать. Застрял. Потом граблями выравнивал поле. Вопрос. Люди, кто живет в Германии. За рулем или на лошади, когда ты едешь, можно разговаривать по телефону или нет? На велосипеде точно нет. Как на лошади? Серьезный вопрос. Представляешь? Ты едешь на... А права нужны на лошадь? В Германии? Слушай, категория L. Лошадь, да? Категория L. Тебе смешно, а вдруг реально? Слушай, я уже ничего не удивлюсь. Так, ну что, сделал тест, общий тест автомобиля. Есть ошибки незначительные по электронике. Вот, выхожу из системы. И едем, думаю, будем оформлять договор, будем покупать автомобиль. На этом все. По сути, пока не сказали да. Человек все-таки сомневается по комплектации. Я бы тоже сомневался. Машину без навигации, без интертеймента вот этого, без этого дисплея в BMW, это уже почти не BMW. Ну, я не знаю, мне обязательно нужно было бы вот этот дисплей в середине панели. Он сейчас подумает, скинул мне еще три варианта 2013 года с навигацией, с панорамой. Есть машины с пробегом таким же, но стоят они на 1300-1500 не то дороже. То есть, если он готов инвестировать туда еще полторы тысячи евро, с удовольствием купим другой автомобиль. Этот в хорошем техническом состоянии. Да, там красился капот, красился бампер, менялась фара, но не было там удара сильного, что у него там замяло по аэрбэк, там выскочили в аэрбэке, то есть небольшая царапина была с заменой фары. Цена ее 14950 нету, более-менее адекватна для 2012 года. Пока вот так вот, еще не знаю, купили или не купили, завтра будет известно. Посещайте канал, спасибо, что вы с нами, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok